МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день встречаем вместе! Это программа Утренний Фрэш. Я, Павел Михнок, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными событиями и фактами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла, ветер южный скоростью до 5 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В областном центре открылась выставка живописных работ краеведа Родного Полесья. Автор-художник Михаил Прянишников. Вниманию посетителей картинной галереи Ващенко. Он представил работы, созданные в период с середины 90-х до 2020 года. Выставка проводит зрителей по городам и селам, и лугам Белорусского Полесья. Рассказывает о бытии живущих там людей. Большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи. Познакомиться с ними можно до начала августа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Белорусский Терегомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальный городок приезжает цирк, и внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. Завоевать сердце виртуозной гимнастки решили братья-близнецы. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но неожиданно работа вынудила его согласиться на долгую и дальнюю командировку. А в это время его брат-близнец решает не терять времени. Смотрите продолжение в нашем эфире сегодня в 16.45. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4, Гомель» в 2025. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Пишите также в Альбер, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. К другим интересным новостям. Жители Мозыря сумели вытащить из Припяти сама весом около 50 килограммов. Удачная рыбалка выдалась возле одной из деревень в Мозырьском районе. Для того, чтобы привлечь внимание сама, рыбаки использовали квок. Это приспособление, которое издает звуки, привлекающие этот вид рыб. Ранним утром рыбаки почувствовали клев. Крупная особь немного поводила лодку по реке, но ее удалось направить ближе к берегу. Там почти двухметровую рыбу и вытащили в лодку. В Великобритании хозяйка поймала воришку Кексиков. Для этого ей пришлось установить скрытую камеру. При этом свою выпечку попробовать ей так и не удалось. Девушка экспериментировала в готовке, и каждый раз ее труды бесследно пропадали. Она догадывалась, что к этому могут быть причастны ее домашние питомцы. И чтобы убедиться в своей теории, девушка установила на кухне скрытую камеру. Лоришка Кексиков обнаружил себя довольно быстро. Уже совсем скоро он пришел за очередной порцией лакомств и попал в объектив камеры. Теперь хозяйка уверена в том, что съедал все кулинарные творения один из ее псов. Судя по видео, делал он это с большим удовольствием. Может быть, для того, чтобы такого не повторялось, не нужно так вкусно готовить. А это видео вызывает смешанное чувство. Кадрами с пользователями сети поделилась девушка из США. Ее кошка вернулась в прогулки в необычном состоянии. Для штата Аризона кактусы явление частое, но не каждый день приходится вычищать шерсть своего питомца от их колючек. В общем, домой кошка вернулась с поражением в битве с кактусами. И для того, чтобы очистить шерсть, хозяйке кошки пришлось вооружиться пинцетом и вытаскивать едва ли не каждую иголку отдельно. К следующим новостям. Эксперты одного из аукционных домов в Лондоне обнаружили работу художника Питера Пауля Рубинса. Картина «Портрет леди» была покрыта слоем пыли и лака. Но оценить ее могут примерно в 4 миллиона долларов. Или даже больше. Полотно, написанное Рубинсом в 17 веке, находилось в частной коллекции почти 140 лет, до 2017 года. Тогда его купили за 97 тысяч долларов. В 1902 году картина была выставлена на показ в Лондоне, как произведение самого Рубинса. Со временем авторство картины забылось, и последний век она хранилась в частной коллекции. Теперь же эксперты, приведя картину в порядок, пришли к выводу, что это действительно работа Рубинса. Ученые зафиксировали рекордные сдвиги магнитного поля Земли. По их словам, изменения в направлении магнитного поля планеты ускорились. Этот процесс происходит в 10 раз быстрее, чем считалось ранее. Прежде чем сообщить о таких выводах, ученые провели анализ данных изменений магнитного поля за 100 тысяч лет. В итоге доказана связь изменений и локальное ослабление магнитного поля. Исследователи утверждают, что 39 тысяч лет назад магнитное поле Земли сместилось на 2,5 градуса. Ранее считалось, что поле смещается максимум на 1 градус в год. Но оказывается, скорость процесса может достигать 10 градусов в год, что в 100 раз быстрее текущих изменений, утверждают специалисты. Туалетная вода с ароматом открытого космоса. Такой продукт планируется запустить в серийное производство. Духи, которые будут пахнуть открытым космосом, должны помочь при подготовке астронавтов к возможным сюрпризам на орбите. В частности, их могут применять во время обучения при моделировании обстановки космического пространства. Аромат Вселенной парфюмеры воссоздали, руководствуясь воспоминаниями астронавтов. Космонавты описывают его как смесь озона, пороха, жареного мяса, малины и рома. В Израиле на 3D-принтере напечатали стейки. Представители компании занимаются разработкой мяса на основе растительных белков. И новый проект позволяет создавать полноценные стейки с помощью 3D-принтера. Пока технический процесс остается тайный, но разработчики сообщают, что технология позволит создавать реалистичные по вкусу и текстуре стейки. Не исключено, что у проекта есть будущее, но прежде чем такое мясо может попасть на полки магазинов, оно должно пройти масштабное тестирование. В США часто устраивают чемпионаты по поеданию разных продуктов на скорость. Более чем за 100 лет такие соревнования в стране уже стали своего рода культурной традицией. И одно из самых популярных кулинарных изделий для этого развлечения – хот-доги. Для мужчин и женщин проводятся отдельные чемпионаты среди представительниц прекрасного пола в победителях жительницы Нью-Йорка по имени Микки Суда. К слову, она удерживает золото в этом конкурсе уже 6 лет. И в этот раз женщина побила свой предыдущий мировой рекорд. За 10 минут она смогла съесть почти 50 хот-догов. Рекордсмен среди мужчин Джоуи Чеснат. Он также неоднократно выигрывал соревнования и устанавливал мировые рекорды. В этом году за 10 минут мужчина вместил в себя 75 хот-догов. А эта ситуация напомнит тем, кто любит погреться на солнышке, о необходимости заботиться о сохранности личных вещей. Даже отдыхая на городском пляже, не стоит расслабляться, оставаться бдительными. Лишить вас какого-нибудь предмета-гардероба может не только проходящий мимо хулиган, но и не пойми, откуда появившееся дикое животное. В подобной ситуации оказался мужчина, отдыхавший на одном из малолюдных пляжей Москвы. В момент, когда он ушел купаться, к его вещам на берегу подскочила лиса и присвоила какой-то мелкий предмет. Мужчина вовремя погнался за животным и то решила оставить добычу. Так что в этот раз отдыхающему повезло, все предметы-гардероба удалось сохранить. В следующий раз желаем быть предусмотрительнее и не допускать подобного развития событий. Герой этого ролика уверен, что спасает утят от неминуемой гибели в воде. Ну как ему кажется? Собака присматривает за птенцами, которые плавают в пластмассовой ванне на лужайке. А когда псу начинает казаться, что вот-вот что-то может пойти не так, хватает утят за хвост и аккуратно вытаскивает из воды на твердую землю. И даже стремится убедиться в том, что с его подопечными все в порядке. Такая вот заботливая нянька. Интересно, знает ли эта собака, что утки – птицы водоплавающие? Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение – солнечным. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин